Продолжение следует... А по особенной любви. Но так как ты по словам твоим очень сетуешь, и по другой причине, именно потому что демон часто внушает тебе мысль погубить себя в море или пропасти, или прекратить настоящую жизнь каким-либо другим способом, то я хочу немного побеседовать и об этих помыслах. Такое внушение происходит не от него только одного, но и от своего уныния, и даже больше от последнего, чем от первого, а может быть и от одного уныния. Это видно из того, что многие из тех, которые неодержимы демоном, замышляют тоже только от печали. Отверни же ее и изгони из души. Тогда и демон не будет иметь силы не только на то, чтобы склонить к такому делу, но и на то, чтобы приступить к внушению. Как воры, при наступлении ночи, погасив огонь, очень легко могут и похитить имущество, и умертвить владельцев его. Так теперь и демон, вместо ночи и мрака, наведший уныния, старается похитить все охраняющие помыслы, чтобы, напав на душу, лишенную их, и беспомощную, нанести ей бесчисленные раны. Когда же кто, рассеяв этот мрак надеждой на Бога, и обратившись к солнцу правды, поспешит принять лучи его в свою душу, тогда смятение от этих помыслов перейдет на самого разбойника. Потому что и эти преступники, когда кто поймает их и внесет огонь, дрожат, рабеют, смущаются. Как же, скажешь ты, освободиться от этой печали, не освободившись наперед от причиняющего ее демона? Не демон причиняет уныние, но оно делает демона сильным и внушает худые помыслы. Это может засвидетельствовать нам блаженный Павел. И он боялся никакого-нибудь демона, но чрезмерной скорби, когда писал с коринчаном, чтобы они просили, наконец, грешнику грех его, ибо, как бы он многое скорби, говорит, не был поглощен. Но предположим, если хочешь, что демон нападает на тебя, а уныние из уны своей души, какой от этого будет вред? Какое зло, большое или малое, может причинить нам демон сам по себе? Уныние же и без него может сделать много зла. И большинство из тех, которые наложили на себя петлю, или закололись мечом, или утопились в реках, или погубили себя каким-нибудь, как-нибудь иначе, увлечены были к такой насильственной смерти унынием. Если же в числе этих людей окажутся некоторые и из одержимых демоном, то и их погибель должно приписать не демону, но влиянию и силе уныния. Как же можно сказать, что не унывать? Можно, если отвергнув мнение толпы об этом предмете, будешь помышлять о горнем. Теперь твое положение кажется тебе ужасным, потому что толпа считает его таким. Но если ты захочешь с точностью рассмотреть его само по себе, отрешившись от пустого и ошибочного предубеждения, то найдешь, что оно не представляет никакого повода к унынию, как это уже многократно и доказано нами. Касательно же твоих сверстников, которых благодушие и дерзновение перед братьями ты видишь, и оттого, я думаю, смущаешься и падаешь духом, я скажу, что если бы в то время, как они проводят жизнь в воздержании, скромности и прочих добродетелях в любомудрой жизни, ты тратил все время в непотребных домах, в играх и пирушках, уныние твое имело бы причину. Но если ты идешь по одному с ними пути, то от чего тебе печалиться? Если бы я говорил с кем-нибудь другим из числа тех, которые легко увлекаются гордостью, то я умолчал бы о том, что намерен теперь сказать тебе. Но так как я вполне уверен, что ты никогда не перестанешь быть скромным, а всегда будешь считать себя между последними, хотя бы тебя безмерно хвалили и превозносили, то скажу все, нисколько не притворствуя. Ты, я слышу, так успел в своей благочестивой жизни, что не уступаешь уже не только тем юношам, но и великим и дивным мужам. И от этих, говорят, ты не отстаешь ни в чем, ни в посте, и возможно ли иначе, когда ты питаешься только водой и хлебом, и то через день, ни в продолжительности ночных бдений, но подобно им проводишь без сна много ночей сряду. А в препровождении дня, говорят, ты многих из них уже и превзошел. От приходящих оттуда я слышу рассказы, что у тебя все время употребляются на молитвы и слезы. И как подвязающиеся в молчавничестве или заключившие себя уединенно в келье, ни с кем, ни о чем не разговаривают, так, говорят, поступаешь и ты, живя среди такого многолюдства. О твоем же сердечном сокрушении, о скорби и сетовании они рассказывают даже с изумлением. И этими рассказами о твоих подвигах здесь привели многих в сокрушение. Не смотрит он, говорят они, ни на кого из приходящих туда и не дает себе отдыха от постоянных трудов. Часто боялись мы, чтобы он не ослепил глаз своих связами, чтобы не повредил головного мозга чрезмерным бодрствованием и неославным и бесперерывным упражнением в чтении. 195. Итак, тебя печалит и смущает то, что ты уже опередил сверстников и, имея сильного и дерзкого противника, далеко оставил позади себя подвязающихся вместе с тобою? Не правда ли я говорил, что твое уныние есть только следствие предубеждения, а по внимательном рассмотрении может доставить нам много побуждений даже к благодушию? Скажи мне, какая польза не быть бесноватым, если при этом жизнь будет оставлена в небрежении, в пренебрежении? И какой вред от беснования, если при этом образ жизни будет строг и благоустроен, но ты, может быть, стыдишься и краснеешь, когда демон не звергает тебя в чем-либо присутствии? Это происходит по той причине, что ты судишь о деле по мнению толпы, а не по благоразумию. Ни с падения не в том состоит, что, по твоим словам, случается с тобою, но в подпадении греху. При таком падении следует стыдиться и сетовать. А теперь мы стыдимся того, что не имеет в себе ничего постыдного. Напротив, делая то, что в самом деле постыдно и достойное смеяние и тяжкого наказания, думаем, что с нами не случилось ничего худого. Если душа каждый день падает под тяжестью грехов, то никто не плачет. А если случится что-либо такое с телом, это кажется тяжким и невыносимым. Не в этом ли и состоит беснование? Когда душа находится в таком состоянии и так ошибочно судит о вещах. Если бы твои припадки происходили от пьянства, тебе следовало бы стыдиться и унывать. Тогда вина была бы произвольная. Но если они происходят от насилия другого, то стыдиться должно не тому, кто терпит, но тому, кто делает обиду и насилие. Так и на площади, если во время ссоры один толкнет другого и повергнет на землю. Мы все обвиняем толкнувшего, а не упавшего. Хорошо, стыдите. Но тогда, когда мы делаем что-нибудь, навлекающее на нас наказание от того, кто будет некогда судить нас. А пока мы не знаем за собой ничего такого, зачем нам стыдиться? Если бы кто, напав на тебя одного, стал бить тебя или поверг тебя на землю без всякого с твоей стороны повода или вины, а ты все перенес бы скротости и удалился, то твой поступок был бы непостыдным, но любомудрым и весьма похвальным. Итак, если похвально переносить обиду, причиняемую людьми, то зачем будет стыдиться как бы какого предосудительного дела тот, кто благодушно переносит бешенство злейшего демона, совершающего то же самое? Что может быть несообразнее такого противоречия, если бы ты, став после своего припадка, стал делать или говорить что-либо непристойное? Тогда и я не стал бы препятствовать тебе сокрушать и сетовать об одном. А если ты все переносишь с благодарением и тотчас обращаешься к молитвам, то чего здесь стыдиться? Может быть тебя огорчают укоризны от других? Но что может быть предосудительной людей, которая не знает даже того, что заслуживает укоризны? Эти люди и суть поистине безумные и бесноватые. Они, которые не умеют смотреть на вещи, каковы они сущности, и ругают достойный похвал, а предосудительные считают похвальным. Сумасшедшие говорят окружающим много худого, но слушающие их не думают обижаться. Так и ты. Слушай этих безумных, не считай случающегося с тобой позором и вредом, чтобы тебе в самом деле не сделать себя достойным осуждения, прогневав Бога. Если ты будешь считать позором то, что Бог посылает для вразумления и пользы, то смотри, к чему ведет это зло. 196 Если ты хочешь видеть людей действительно достойных стыда и осуждения, то я попытаюсь из множества таких указать тебе на некоторых. Посмотри на прельщающихся женской красотой, на пристрастных к деньгам, на любящих власть и славу, и для этого готовых делать и терпеть все, на изнуряемых завистью, на злоумышляющих против тех, кто ничем их не обидел, на предающихся унынию без всякой причины, на людей, которые постоянно увлекаются суетами житейскими. Вот эти и подобные им дела безумны и достойны наказания, заслуживают осуждения и стыда и осмеяния. А кто, подвергаясь нападению демона, несмотря на то показывает в своей жизни великое любомудрие, тот заслуживает, чтобы все не только не осуждали его, но и удивлялись ему, и украшали его венцами за то, что он при таких узах совершает соль трудное шествие и восходит по крутому и тесному пути добродетели. Однако я едва не забыл еще нечто, в чем ты имеешь преимущество перед братьями. Именно то, что ты легко можешь, если погрешил в чем-нибудь, загладить эти грехи теперешним несчастьем. Это известно нам из того, что сказал я выше, когда говорил о Лазаре и о блуднике Коринфском. «Но боюсь за отца, говоришь ты, свои скорби я смогу спокойно перенести, но легко ли будет нам перенести его смущение и негодование, если он когда-нибудь узнает что-либо из этого?» Однако до сих пор он не узнал. А унывать и мучиться из-за того, что случится когда-нибудь после, а может быть никогда не случится, весьма малодушно. И откуда известно нам, что он узнает? Впрочем, пусть будет это нам известно. Допустим, если хочешь, что он и узнает, и сделает много зла. Хвалю тебя за то, что ты скорбишь об его горестях, но не одобряй того, что делаешь это со вредом для себя. Тем, которые помышляют о горнем, а не о земном, должно преодолевать не только гнев и похоть и прочие страсти, но и уныние. Потому что оно может причинить нам больше зла, чем эти страсти. И с ним должно мужественно бороться тем, кто не хочет совсем погибнуть. Если бы тебе самому предстояло быть виновником горести твоего отца, тогда действительно следовало бы тебе бояться и трепетать, как виновнику такого бедствия. Но если он сам захочет подвергать себя крайним огорчением, тебе нет до них никакого дела. Остается только соболезновать отцу. Притом мы не знаем, как он примет это известие. Часто многое случалось с противоположным ожиданиям. Хотя это бывает не так обыкновенно и редко, но в данном случае это естественно и очень возможно. Откуда же это видно? Твой отец много заботится о побочных детях, и такая любовь к ним может затмить его печаль о тебе. Не муж же ты себя напрасными тревогами. Если же нужно световать об отце, то по поводу его безумной расточительности, пиров, гордости, жестокости, то есть теперешней блудной жизни. Неужели малое зло, по твоему мнению, при жизни жены вашей матери иметь связь с другой женщиной и рождать детей от беззаконного сожития? Вот это явное, приводящее к худому концу дела. Это достойно сетования и слез. А что случится из-за тебя, то может быть будет худо, а может быть и не худо. Терпеть верную муку ввиду неизвестного будущего весьма безрассудно. Положим даже, что весть о тебе принята будет отцом с великим негодованием. Но оно окончится весьма скоро и погаснет раньше, чем хорошо разгорится. Потому что человек, столь преданный наслаждением, озабоченный многими делами, питающий на хлебников и льстецов и пламенеющий такой страстью к женщине, от которой имеет полуродных вам братьев, если и обратит внимание на тебя, то недолгое и незначительное. Об этом я заключаю не только из того, что мной сказано, но из того, что прежде было. Я знаю, хорошо знаю, что отец твой прежде крепко любил тебя и считал твою голову дороже всего. Но когда ты вступил в монашескую жизнь, он погасил всю эту любовь, признал поступок твой постыдным и недостойным знатности предков и говорил, что ты посрамил честь его. Если бы не удерживала его сила природы, он, может быть, даже и отрекся бы от тебя. Таким образом, если слова эти не окажутся очень необдуманными, я полагаю, что он даже рад случившемуся с тобою, считая тебя потерпевшим наказанием за то, что ты решительно не принял совета его, хотя он часто увещевал тебя и хотел отвлечь от этой строгой жизни. Сто девяносто восемь. Вот что я могу сказать об отце и твоем опасении за него. И этого, я думаю, достаточно для того, чтобы рассеять весь твой страх по этому поводу. Но ты говорил, что главная беда в том, что ты не можешь надеяться и на будущее, и не знаешь, будет ли конец твоему страданию, или вступивший с тобою в эту борьбу захочет бороться с тобой до смерти. Относительно этого и я не могу сказать ничего верного и не могу ручаться за будущее. Однако я верно знаю и тебе желаю также убедиться в том, что все, что бы ни случилось, будет нам на пользу. Если ты будешь иметь такое убеждение, то скоро отгонишь от себя и то, что называешь верхом в своих несчастьях. Кроме того, нужно иметь в виду и то, что время наград и венцов есть век будущий, время борьбы и подвигов. Это желал нам объяснить блаженный Павел, говоря, «Я бегу не так, как на неизвестное, чтобы не только воздух бить, но умерщвляю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не оказаться недостойным». Когда же он приблизился к кончине, тогда произнес следующее блаженное изречение. С подвигом добрым я подвязался течение, совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды, изъясняя, что вся наша жизнь должна быть проводима в борьбе и трудах, если мы хотим наслаждаться вечным покоем и бесчисленными благами. Если же кто из беспечных захочет наслаждаться и здешними удовольствиями, и тамошними наградами, уготованными трудящимся, тот сам себя обманывает и обольщает. Как между борцами тот, кто во время борьбы ищет покоя, находит в себе навсегда позор и бесславие, а тот, кто на месте борьбы мужественно переносит все трудности, получается от зрителей венцы, славу и похвалу, и во время борьбы, и по окончании ее, так и у нас. Кто время трудов делает временем покоя, тот будет стонать, скрежетать зубами и терпеть крайние муки тогда, когда нужно будет успокоиться вечным покоем. А кто здесь переносит скорби благодушно, тот и здесь, и там будет блистать и наслаждаться славою бессмертной и истинною. Если в житейских делах человек, делающий что-либо неблаговременно, не достигает того, что имел в виду, и подвергает себя бесчисленным бедствиям, то тем более испытает это на себе тот, кто не знает установленных времен в делах духовных. Христос сказал, в мире будете иметь скорбь. Блаженный Павел сказал, и все, хотящие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Разумея не только гонения от людей, но и козни демонов, Иов сказал, искушение есть жить человеку на земле. 7.1. Что же ты сетуешь, претерпевая скорби во время скорбей? Сетовать нужно было бы в том случае, если бы мы время, которое Христос назвал бы временем скорби, делали временем наслаждения и покоя. Если бы в то время, когда нам заповедано подвязаться и трудиться, мы предавались праздности. Если бы мы шли по пространному пути, тогда как Он повелел идти по тесному, за это нам неизбежно следовало бы терпеть наказание в том веке. Но что сказал бы ты, говоришь, о тех, которые и здесь идут широким путем, и там будут покоиться? Кто же эти люди? Я верю только слову Христа, который говорил, что узок и тесен путь, ведущий в жизнь. А что по тесному пути никогда нельзя идти как по широкому, это, конечно, всякому ясно. Если на мирских ротоборствах никто не получал венца без трудов, имея при том своими противниками таких же людей, то как нам, против которых ратуют лукавые силы, можно победить их бешенством без скорби и стеснения? Впрочем, зачем нам доказывать это умозаключениями, когда можно прибегнуть к блаженным и доблестным подвижникам, жившим в прежние времена? Припомни всех прославившихся в те времена и увидишь, что все они скорбями достигли дерзновения пред Богом. Прежде всего, если хочешь, обратимся к сыну первозданного, Агнцу Христову Авелю, который не сделал никакого зла, и, однако, потерпел то, чему подвергаются тягчайшие грешники. Мы терпим искушение в наказание за грехи, а этот праведник страдал не за что-либо другое, а за то, что был праведен. Пока он не отличался ничем великим, брат был благосклонен к нему, а когда прославился своей жертвою, то Каина, слепленный с завистью, не посмотрела на природу. Почему же ты знаешь, не это ли причиной теперь возбудило против тебя дьявола, и не слава ли твоей жизни вызвало его на эту борьбу? Если ты смеешься над этими моими словами, хвалю тебя за смиренно мудрее. Однако не перестану так думать. Если Авель, принесший туг, угодил Богу, тем более посвятивший Богу не внешне что-либо, но всего себя, мог вооружить против себя врага. Бог же попустил ему напасть на тебя, как и тогда он не воспрепятствовал совершиться убийству, но попустил праведнику впасть в руки убийцы и не избавил того, кто потерпел смерть ради его и его славы. Он не хотел уменьшения венцов Авеля, посему и попустил ему дойти до конца. Но скажешь ты, какое наказание? Смерть. О, если бы и мне теперь потерпеть такое наказание. Это возлюбленный говорит, что теперь, а прежде смерть казалась тягостнее всего и мучительнее всякого наказания. Потому и по закону Моисееву, сделавшие величайший и непростительный грех, подвергались этому наказанию. И по законам внешних языческих законодателей, еще и теперь не иначе наказываются все уличенные в самых гнусных злодеяниях. Между тем, этот праведник пострадал одинаково с беззаконниками, или даже гораздо тяжелее, так как получил удар от руки брата. А что Ной? И он был праведен и совершен. И среди всеобщего развращения один угодил Богу, тогда как все прочие оскорбляли его. И однако он претерпел бесчисленное множество скорбей и тяжких. Он не умер так скоро, как Авель, и не подвергся тому, что тебе представляется легким, но переносил долгую жизнь. И в течение многих лет жил нисколько не лучше тех, которые носят тяжести и постоянно изнуряются тягчайшим бременем. Я сейчас вполне объясню тебе это, сказав предварительно следующее. Целый год Ной жил как бы в темнице, в темнице необыкновенной и страшной. Не буду говорить о множестве зверей, присмыкающихся, с которыми вместе жил он столько времени, заключенный в такой темноте. Что, думаешь, терпел он от раскатов грома, от шума дождей, бездна нижняя разверзлась, верхняя низвергалась, а внутри ковчега сидел он, один с сыновьями. Хотя он мог быть уверенным, что потоп кончится, но по чрезвычайности события наперед цепенел от страха. Если мы, имея дома, крепко построенные на земле и живя в городах, падаем духом и смущаемся, когда увидим, что дождь льет несколько сильнее обыкновенного, то чего не вытерпел он, находясь один внутри ковчега и видя ужаснейшую бездну и различные роды погибших в ней. Душа может прийти в ужас, когда и один город или даже один дом во время наводнения погибает в волнах. А когда потерпела эта вся вселенная, то и сказать нельзя, в каком состоянии находился носившийся среди такого наводнения. И целый год он был в таком страхе. Когда же потоп прекратился, то хотя страх его уменьшился, но увеличилась у него печаль. Лишь вышедший из ковчега он встретил другую бурю, не меньше первой, увидев великую пустыню, насильственную смерть. Села погибших, смешанные с ивом и грязью, и всех вместе, и людей, и ослов, и более низших животных, зарытыми в одной самой жалкой могиле. Хотя погибшие в потопе были великие грешники, однако Ной был человек и сострадал, имевшим одинаковую с ним природу. Так и языки Иль, хотя был праведен и знал, что израильтяне порочнее всех, однако, когда видел их поражаемыми и падающими, так же сострадал и плакал. Между тем Бог наперед открыл ему все их нечестие и дал ему возможность видеть это собственными глазами, для того, чтобы он, когда увидит их наказываемыми, мужественно перенес это несчастье. И однако, после доставленного ему такого облегчения, он жаловался и падших взывал так, «О, люто мне, Господи! Да потребляешь ли ты останки Израилевы!» Иезекииле 9.8. И это случилось с ним не однажды только, но и в другой раз, когда он видел умерщвление Иихонии. Так и Ной, хотя знал о бесчисленных преступлениях современников, но не был мужественнее ни Изекииле, ни Моисея. И Моисей много раз страдал одинаково с пророком, и, видя, что согрешающим надлежало потерпеть наказание, сетовал и скорбел более самих наказываемых. Но при Ной и бедствие было ужаснее, ибо такая смерть, какая случилась при нем, была единственную. Затем, когда Ной был удручаем столь великими бедствиями, одиночеством, состраданием киноплеменникам, множеством погибших, способом смерти, запустением земли, и когда печаль его со всех сторон сильно увеличилась и возрастала, тогда же наносится ему еще оскорбление и от сына. Оскорбление невыносимое, весьма позорное и весьма прискорбное. Во сколько раз оскорбление от друзей тяжелее оскорбление от врагов, во столько оскорблений от детей, нестерпимее оскорблений от друзей. Так, когда отец увидит, что тот, которого он родил, которого воспитал, которого образовал, для которого перенес множество скорбей, трудов и забот, обходится с ним обиднее всех. Когда он испытает это, то не в силах бывает перенести великой скорби душевной. Обида для человека свободного и сама по себе не сносна. Когда же она нанесена собственными детьми, то может довести обиженного даже до иступления. До того она тяжела. Притом, имея в виду не одно только это оскорбление, но по нему заключая о том, как оскорбитель обращался с ноем и во все прежнее время, если хам, еще имея перед собой страшное событие, лишь только освободившись из такой темницы, еще видя бедствие вселенной, не вразумился этим, но оскорбил того, кого оскорблять всего меньше следовало. Если он не справился ни смерти такого множества людей, ни опустошением земли, ни гневом Божиим, ни другим каким-либо из тогдашних событий, то каков он был прежде потопа, когда было много увлекавших его к порокам. Да, тогда из-за этого сына и прочих людей праведник вытерпел более жестокую бурю, чем та, которая была во время самого потопа. Во время потопа окружало его только множество воды, а до потопа он со всех сторон был объят бездной пороков, и козни злых людей беспокоили его сильнее волн. Оставшись один среди такого множества беззаконников и нечестивцев, он хотя не терпел от них никакого вреда, но перенес много насмешек и издевательств, если не прежде, то тогда, когда говорил им о ковчеге и будущих бедствиях. А как такие насмешки могут возмутить душу? Об этом может засвидетельствовать нам тот, кто был освящен от чрева матернего, и хотел из-за этого даже отказаться от пророчества и сказал, говорит Иеремия, не буду говорить 29. Кроме того, сколько огорчения, сколько печали причиняло Ною одно то, что не было еще никого одинакового с ним ни по душе, ни по жизни. Мало этого, он вытерпел много скорбей и от соболезнований от своих современников. Разве праведники скорбят тогда только, когда они видят грешников умирающими? А когда видят их согрешающими, разве не сокрушаются? Нет. В последнем случае они огорчаются гораздо более, нежели в первом. И это можно хорошо узнать из пророков. Один из них горько взывал Мехея 7.2. Не стало милосердного и нет праведных между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. А другой говорил Богу, а в вакуум один-три. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною и восстает вражда и поднимается раздор и сильно сокрушаясь обугнетаемых плакал так стих 14 и оставляешь людей как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. Если же так было тогда, когда существовали и законы, и начальники, и судилища, и священники, и пророки, и наказания, то представь, до какой степени простирались все пороки принои, когда ничто подобное не удерживал людей. Притом, при пороках жизнь человеческая продолжалась недолго, лет 70-80, а тогда она простиралась до 600 лет и более. Кроме того вышесказанного всего, сколько трудов он должен был понести, проходя такой долгий путь и стараясь в такое продолжительное время немало не совратиться при многих встречающихся препятствиях. Что я говорю многих? Когда весь совершенно путь был таков, весь от края до края земли был исполнен скалы, терний, диких зверей и зловония, заразы и холода и злодеев. Подлинно удобнее идти самую глубокую ночь по узкой тропинке, чем по пути добродетели в те времена. Сколько было людей, которые усиливались совратить ноя с его пути. Когда все могут делать все, что захотят, и только один идет по противоположному им пути, как он может дойти до конца, если все теснят и увлекают его назад? А как трудно вести жизнь добродетельную среди многолюдства, это доказывает поселившиеся в пустынях в настоящее время, когда по благодати Божией везде можно видеть добрую жизнь, единодушие и немалую любовь друг к другу. Тогда же ничего этого не было, но все относились к ною, свирепи и даже дикюль зверей. 203. Что может быть прискорбнее, что бедственнее такой жизни? Я обещал показать, что состояние ноя было ничем не лучше состояния тех, которые постоянно носят тяжести и никогда не имеют отдыха. Но мое слово сделало гораздо больше, открыв нам, что состояние ноя было не только ничем не лучше, но гораздо тяжелее их состояние. Многим кажется, что Авраам благодушно прожил все время, почему и привыкли сравнивать с ним благоденствующих и счастливых во всех отношениях. Рассмотрим же, что было с ним. По моему мнению, он гораздо иное явили. Но лучше не скажу ничего, пока не даст нам решение само рассмотрение событий. Что было с ним в Персии, случилось ли с ним что-либо горестное до 70 лет его жизни, этого никто не может точно знать. И блаженный Моисей не написал нам истории этого времени. Но упустив все эти годы его жизни, начал повествование уже с последующих лет. А что вероятно и Авраам страдал одинаково сноем, когда один хотел жить благочестиво среди столь многих нечестивцев и иноплеменников. Это не так безызвестно, как остальное, и даже весьма неразумные люди легко могут понять это. Впрочем, оставим пока и это. Начнем речь с переселения Авраама, рассмотрев прежде всего то, как далеко земля халдеев отстояло от Палестины, каково было состояние дорог, каковы были взаимные отношения людей, каково было общественное устройство. Потому что праведник легко послушался, не должно считать теперь и самого дела легким. И потому что Моисей рассказал о событии сжатое и кратко, не надо думать, будто и самое дело так же краткое, как слова. Сказать и описать это легко, но сделать не так легко, напротив, очень трудно. Итак, о длине пути и о том, как велико расстояние между этими странами, могли бы с оттуда, если только есть такие. Но мы ни с кем из них не виделись, а встретившись с одним из бывших в соседней стране и спросив, сколько времени он должен был провести в пути, мы услышали, что 35 дней. Впрочем, сказал он, Вавилону он не видел, а слышал от бывавших там, что есть оттуда еще другой столь же длинный путь. Таково расстояние было тогда, таково оно и теперь. Но тогдашнее состояние дорог было не таково, как нынешнее. Ныне на дороге часто расположены гостиницы, города и селения, и путешественник может встречаться со многими путниками, а это важно в отношении безопасности не меньше гостиницы, города и селения, города. Притом граноначальники избрав из страны мужей, отличающихся от других телесной силой и способных действовать дротиком и прощею, так же, как стрелки стрелами и копеносы копьями, и поставив над ними начальников, освободили их от всякого другого дела и верили им только о хранении путей. А затем придумали еще и другую, более надежную меру безопасности, устроив при дороге жилища на расстоянии тысячи шагов одно от другого, поместили в них ночных сторожей, которых бдительность и надзор служат большим препятствием для нападения злодеев. А при Аврааме ничего этого не было, ни частых селений, ни городов, ни гостиниц, не скоро можно было увидеть постоялый двор или спутника, или что-нибудь другое подобное, не говорю уже теперь о неровности дорог и непостоянности ветров, хотя и эти неудобства даже без тех могут причинить довольно неприятности путникам. Это могут засвидетельствовать те, которые, имея повозки и упряжных животных, не осмеливаются и на них отправляться по обыкновенной дороге, если наперед не вымастят ее камнями и, завалив рытвины от потоков, не уравняют таким образом дороги. Тогда же дорога была пустыней мест необитаемых, непроходимый гор, опаснее рвов и скал. Но я не сказал еще о самом важном неудобстве, о том, каковы были взаимные отношения людей, причинявшие им гораздо больше тяжелых затруднений, чем самая дорога, так как все были разделены по народам или даже по городам. Тогда не так было, как теперь, когда одна власть простирается на большую часть вселенной, и все повинуются одному человеку и управляются одними законами. Но как одно тело, рассеченное на многие части, так разделен был тогда и род человеческий. Праведнику приходилось переменять одних врагов на других, едва он убегал от одних, всегда попадал на других, потому что в одном месте было много начали, в другом без начали. что же тяжелее такой жизни? Притом Авраам боялся и трепетал не за себя только, но и за отца, и за жену, и за племянника. Немалой также была у него забота о слугах, когда они были даже и дома, а тем более когда им приходилось часто быть на чужбине. Если бы он точно знал, где кончится для него странствование, то заботы его не были бы еще так несносны. А теперь, услышав просто и неопределенно о земле, не о той или другой, но которую я покажу тебе, он мысленно обходил все страны и испытывал в душе великое смущение, потому что нигде не мог остановиться мыслью, но должен был о многом сомневаться и беспокоиться. Мог он думать, что пойдет до самых пределов вселенной и до самого океана, так что хотя и не прошел всей земли, но беспокойство о таком путешествии вытерпел. В душе он готов был не только дойти до Палестины, но следовать всюду, хотя бы ему повелено было пройти всю вселенную или даже идти на острова, находящиеся вне ее. Если же неопределенность повеления заставляла ожидать и того, и совершенно противоположного, то это было тяжело. Кому предстоит терпеть что-либо тяжкое, тому гораздо легче знать ясно, чему он подвергнется и к чему он должен готовиться, чем носиться мыслью повсюду и ждать то благоприятного, то неблагоприятного и ни на что твердо не надеяться, но одинаково не доверять тому и другому. 205. Это происходило с Авраамом до прибытия его в обетованную землю, когда же он достиг Палестины и надеялся наконец успокоиться. Тогда в самой пристани нашел еще большую бурю. А нелегко напротив весьма тяжело бывает, когда кто-нибудь подумал, что скорбь его кончилась и что он уже свободен от нее, поэтому отложив всякую заботу и попечение, вдруг должен будет снова начать борьбу с неприятностями. Кто ожидает бедствия, тот легче может вынести их наступление. А кто успокоился, отрешился от забот, тот, если опять стусится с ним что-либо подобное прежнему, возмущается и легче поддается скорби по двум причинам. По неожиданности бедствия и потому, что он отложил всякую заботу и предосторожность. Итак, какая же буря постигла Авраама? Тогда в Палестине был столь сильный голод, что Авраам тотчас поднялся оттуда и пошел в Египет. Пришедший туда в надежде найти избавление от бедствия, он был постигнут опять несчастьем более тяжким, чем голод, подвергшись крайней опасности. Он впал тогда в такой страх, что решился даже на то, что для всех мужей не сноснее всего это поругание их жен. Он дошел тогда до такой крайности, что прибег даже к лицемерию. А что может быть тяжелее этого? Каково, думаешь, было у него на душе, когда он принужден был советовать жене своей следующее бытие 12.12 И когда египтяне увидят тебя, то скажут это жена его и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Эти слова произнес тот, кто для Бога оставил и отечество, и дом, и друзей, и сродников, и все прочее в доме, и перенес такую скорбь и столько труда в продолжительное время своего путешествия. Однако он не сказал тогда ничего вроде следующего «Бог оставил меня, отвратился и лишил своего промышления». Нет, он все перенес мужественно и с верою. И кому следовало бы больше всех гневать, когда жена его в великой крайности подвергалась поруганию, тот всячески старался, чтобы поругание не сделалось явным. А с каким это соединено унынием и огорчением, того невозможно выразить словом, но то знают имевшие жен и впадавшие в беспокойство ревности. Свидетельствует об этой страсти и Соломон, когда говорит в рите 6.34 «Потому что ревность ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа, и не удовольствуется, сколько бы ты не умножал даров». И еще «Крепка, как смерть, любовь, жестока, как ад, ревность». Песня 8.6 «Если же так воспоменяется ревнующий, то не злополучий ли всякого тот, кто впал в такое несчастье, что принужден даже льстить оскорбить или всячески стараться о том, чтобы прелюбодей, которому следовало бы мстить, удобно воспользовался его женою? Когда окончились и эти бедствия, то опять появились другие трудности. За голодом последовала война, не говорю теперь о ссоре пастухов и разлуке с племянником, хотя и это, если сопоставить с прочими обстоятельствами, могло причинить Аврааму великое уныние. Когда лод, спасенный им и получивший столько добра, обязанный поэтому уступить ему во всем и наказать своих пастухов, когда этот человек, пользуясь предоставленным ему выбором, берет себе подоноснейшие сраны, а ему оставляет более пустынные места. Кто мог бы легко перенести это? Говорю не об убытке, но о том, что оказавший уважение, сам подвергается неуважению и получает худшую часть, что представляется тяжелее всякого убытка. Впрочем, все это я опускаю теперь, потому что речь у нас о патриархе, а не о каком-либо из обыкновенных людей. 10,6 Итак, за голодом последовала война с персами, и Авраам вынуждается идти против них. Не в самом начале, когда обе стороны были еще в силах, но когда союзники все были уже обращены в бегство. Победа осталась за неприятелями, и никто уже не мог сопротивляться им, так как одни были совершенно разбиты, другие скрылись, а некоторые были порабощены ими. Однако ничто не удержало Авраама дома, но удрученный сильной скорби о случившемся, он пошел разделить с побежденными несчастья, подвергая себя явной смерти, ибо выходить на бой с таким многочисленным войском, имея у себя триста с небольшим домочадцев, можно было не иначе, как рассчитывая, решившись на пленение, истязание и бесчисленные смерти. Итак, он пошел с готовностью испытать лютость варваров, но когда был спасен Божиим человеколюбием и возвратился с добычей и родственником, то опять должен был оплакивать собственное горе, разумея, бесчадие, и то, что он не имел у себя наследника. Если ты только теперь слышишь, как он жалуется перед Богом и говорит, что мне, вот, я отхожу бесчаден, Бытие 15.2, то не подумай, будто он теперь только и почувствовал это горе. Нет, это забота и беспокойство вошли в дом праведника вместе с молодой его супругой, или даже прежде самой супруги. Обыкновенно все мы, как только начнем совещать и говорить о браке, тревожимся всеми соединенными с ним заботами, из которых главнейшее, о детях и опасения бесчадия с того самого дня возмущают наши души. Если случится, что после брака пройдет один год или два или даже три без детей, то уныние усиливается, а надежды на радость слабеют. Когда же пройдет так еще более времени, тогда надежды совсем оставляют нас, овладевают душой уныние, помрачающее все удовольствия жизни и не позволяющее наслаждаться ничем. Таким образом, если бы с Авраамом не случилось ни одного из столь многочисленных бедствий, но все было бы по его желанию, а одно уныние от бесчадия, сопутствовавшее всем событиям его жизни, было в состоянии помрачить и уничтожить всякое благодушие, обетование Божие последовало уже в глубокой его старости, когда природа не подавала уже надежды на чедородие, а все предшествовавшее столь долгое время он проводил с печали и горести. И чем более видел умножающимися свое богатство, тем более скорбел, не имея наследника. Что думаешь ты претерпел он, когда услышал? Приселено будет семя твое в землю не свою и поработят и озлобят лет четыреста его, а жена, которая то советует Аврааму взять служанку и ее, то когда он взял, упрекает и жалуется, призывая на него бога и принуждает изгнать ту же служанку, разделявшую с ним ложе, и готовившуюся родить ему сына, кого не повергло бы в крайнее уныние. Кому это кажется маловажным, тот пусть вспомнит, что от этого расстраивались целые домы и поделиться праведнику. Он хотя и мужественно переносил все по страху Божию, однако был человек и от всего этого страдал и скорбел. Потом служанка возвращается в дом господина и рождает ему побочного сына, и Аорам делается отцом после такого продолжительного времени. Это событие доставило ему некоторое удовольствие, но еще большее уныние. Побочный сын напоминал ему о законном и возбуждал сильнейшее желание такого сына. Он думал, что слова «Не будет сей домочадец наследником твоим, но который выйдет от тебя», были сказаны об Измаиле, потому что еще ничего не было сказано о Сарве. Когда же наконец он получил яснейшее обетование об Исааке и назначено было время его рождения, то прежде чем успел насладиться этой надеждой, бедствия садомлян навели на него великое облако печали. А что эти бедствия немало возмутили праведника, это для всякого очевидно и сам из слов его и из молитвы, которую вознес он к богу за садомлян. А когда он увидел, как палился тот ужаснейший дождь, и все вдруг обратилось в пепел и прах, что был уже вне себя. Если мы издали, видя горящие дома, тревожимся и падаем духом от печали и страха, то чего не потерпел он, видя, как целые города и селения вместе с жителями сожигались необыкновенным, но странным и ужасным пожаром. Так не были ли эти страдания праведника подобны волнам на море, непрерывно следующими одна за другою? Как там, когда одни волны еще не исчезли, поднимаются другие, так было и во всей жизни этого праведника. Едва совершались бедствия Содома, как сарь герарский пытался нанести сарь такое же бесчестие, как и фараон, и опять жена принуждена была прибегнуть к прискорбному лицемерию, и бесчестие действительно было бы ей нанесено, если бы опять не воспрепятствовал Бог. А лишь только и сын от рабыни, жена, и весь дом начали радоваться рождению законного сына. Один праведник среди такой радости должен был печалиться и сетовать, был вынужден изгнать наложницу вместе с сыном ее, ибо хотя Измаил был и побочный сын, и от служанки, но его незаконность нисколько не уменьшала во враме природного расположения к нему, и низкий род матери не ослаблял неизбежного чувства в отеческом сердце. Это можно узнать из самой Библии. Муж твердый и мужественный, который решался собственными руками за кладь единородного сына, скорбел, когда жена потребовала от него изгнания о Гаре, и он не уступил бы и не послушался бы Сарры, хотя бы она имела тогда еще большей смелости и настойчивее говорила ему, если бы не побудил его к тому страх Божий. Итак, когда услышишь, что Авраам по повелению Божию выслал служанку с сыном, не думай, что скорбь его прекратилась, это было невозможно, но поделись той великой покорности, по которой он, хотя и терзаясь состраданием, не противился Богу, но выслал дитя с матерью, не зная даже, куда пойдут они. Он переносил и терпел со скорби, потому что не был выше природы. 209 Тоже претерпел Авраам из-за сына законного. Пусть никто не говорит, что он не скорбел и не страдал по-отечески, и пусть не лишает его самой высшей похвалы и желает сверх меры показать его любомудрие. Мы смущаемся и скорбим, а часто и плачем, когда видим, что по площади ведут на смерть людей, уличенных в постыдных делах и долгое время проводивших такую жизнь, и притом незнакомых и никогда не виданных нами. Как же мог не чувствовать человеческой скорби тот, кому повелено было сына своего, законного, единственного, рожденного сверхчаяния по истечении столь долгого времени и самой глубокой старости, отчего любовь сильнее воспламеняется, этого сына, еще юного, закладь собственными руками и принесть во всесожжение? Что может быть смешнее возражающих против этого, если бы он был камнем или железом или адамантом, и тогда мог ли он не сокрушаться и не трогаться красотой сына, который был в самом цвете лет, разумностью речей и благочестием души его? Он спросил отца, вот огонь и дрова, а где же овса? И услышал, что Бог усмотрит себе овсу во всесожжение чада, а более ни о чем не спрашивал, видел, что отец связывает его и не протирился, положен был на дрова и не соскочил, видел нож, заносимый на него и не смутился. Что может быть благочестивее этой души? Кто же осмелится еще сказать, что Авраам от всего этого не страдал нисколько? Если бы ему предстояло принести в жертву врага и неприятеля, если бы он был зверем, и тогда мог ли он сделать это без скорби? Нет, нет, не приписывай праведнику такой жестокости. Он сетовал и сокрушался. Бог говорит, он усмотрит себе овцу во всесожжение чада. Видишь ли, какая жалость заключается в этих словах. Однако он удерживал и подавлял скорбь, и делался с такой готовностью, с какой делали бы люди, не встречающие ничего такого, что удерживало бы их. Итак, принесший своего сына в жертву, ибо он заклал его в своем намерении, он возвращает его матери здравым и невредимым, а она, приняв сына и не успев довольно нарадоваться на него, оставляет жизнь. И это немало опечалило Авраама. Хотя она жила с ним долгое время, однако это нисколько не помогало ему легче перенести несчастье. Напротив, причиняло тем большее уныние, потому что мы особенно привязываемся к тем, которые долго жили с нами и представляли нам много доказательств своей дружбы и добродетели, и что это действительно так доказал сам патриарх своим сетованием и плачем о Сарве. А что сказать о заботах его относительно сына, жены его и сводных братьев его и всего прочего. всякий желающий вникнуть в подробности этого увидит, что жизнь праведника была гораздо бедственнее и была исполнена больших забот, чем как изображено теперь. Писание сказало только о главнейшем, а все прочее, что обыкновенно бывает каждый день в доме, где множество слуг и муж, и жена, и дети, и забота о многих делах предоставило нашему соображению. Так скажешь ты, но при всяком из этих огорчений величайшую отраду приносило Авраму то, что он терпел все это для Бога, тоже может служить утешением и для тебя. Искушение постигло и тебя не по чьему либо иному попущению, а по Божьему. Если злые демоны без его позволения не осмеливались некогда напасть на свиней, то тем более на твою драгоценную душу. Посему, как Авраму великую награду доставило то, что он переносил все мужественно и с благодарностью, так тоже доставить награду и тебе, только бы ты не унывал и не роптал, но за все благодарил человека любивого Бога. Так и блаженный Иов претерпел все, что он претерпел по попущению Божию, но венцы доставило ему не то одно, что он претерпел, но и то, что мужественно устоял против всех бедствий. И все мы удивляемся ему не потому, что дьявол лишил его всего, но потому, что Иов во всем сим не согрешил устами своими. 210 Вспомнив об Иове, я хотел изложить в своем слове и его долговременные скорби и чрезвычайность страданий. Но чтобы не сделать речи слишком длинной, перехожу к Исааку. А ты, если хочешь, в точности узнать о случившемся с Иовом, возьми в руки его книгу и вникнешь бездны его несчастья, и в них найдешь великое утешение в своих. Хотя этот праведник и гораздо лучше нас, но он и боролся с гораздо большей силой, потому что лукавый с особенной силой восстал против него. В общем, подвиги определяются не мерой искушений, но значительностью деяний. Таким образом, хотя нынешний подвиг твой и меньше, но это нисколько не может уменьшить твоих венцов, так и принесший два таланта принес не менее представившего пять талантов. Почему? Потому что хотя прибыль была и не одинакова, но усердие одинакова. Почему и тот и другой получили одинаковую честь, услышав «Войди в радость господина твоего». Что же Исаак? Он не был посылаем в дальнее путешествие как отец, и не был принужден оставить свою землю как тот, однако и он вытерпел главнейший из зол – страх бесчадия. Когда же он молитвой прекратил это зло, его постиг другой страх, больше прежнего, так как не все равно, страшится ли за бесчадие или за самый корень это рождение. Жена его так мучилась родами, что для нее жизнь была горше всякой смерти. Об этом послушай, как она сама говорит. Если будет так, то для чего мне жить? Голод же испытывал Исаак, и хотя в Египет он не ходил, но и он испытал то, чего едва не потерпел там отец его, подвергшись опасности за свою жену. Бытие 25-22. притом отца его все соседи уважали, а его гнали как врага и неприятели и не давали ему насладиться плодами собственных его трудов. Сильно стеснив его, они сами пользовались его трудами. Когда же он приобрел себе друзей и увидел детей своих в полном возрасте, когда надеялся найти в них великое утешение и иметь хороших помощников в старости, тогда именно он и впал в крайнее уныние. Во-первых, старший сын взял себе жену и наплеменницу вопреки желанию отца, причем внес в дом несогласие и ссору и этим самым сильно опечалил его. Сыновни и жены причинили Исааку и Ревеке множество неприятностей, которых всех писание не перечислило, но указало на них, одним словом сказав, что были противящиеся Ревеке, предоставив самим понять сказанное тем, у кого есть дома и дети, уже вступившие в брак. Такие люди больше или лучше всех знают, сколько зла происходит, когда свекровь и невестка ссорятся между собой, и особенно, когда обе живут в одном доме. Это было постоянное зло. К тому же приключилась слепота глаз, а как велико это несчастье, знают только те, которые сами страдают ею. Затем последовало недоразумение в благословении сына, чем Исаак так был поражен в душе, что воскликнул горе с ней, чем сам потерпевший от подмена, и оправдывался перед ним и говорил, что сделал эту несправедливость недобровольно, но быв введен в обман, а дальнейшие события их походили на трагедию театральную и представляли драму из жизни сирских юношей, то есть двух сыновей эфирского царя Эдипа, которых действие драматически изображено в трагедиях Исхила и Сафопла. И здесь старший брат, несмотря на старость и слепоту отца, изгнал из дома младшего, если не совершил убийства, как сын Эдипа, то этому воспрепятствовала мудрость матери. Исаак также угрожал Иакову убийством и ожидал только смерти отца, но мать, узнав об этом и рассказав отцу, спасла младшего от рук старшего, и родители должны были понудить к бегству того, кто был послушен и почтителен к ним, а злого и делавшего для них жизнь нестерпимую, это говорит сама Реверка, постоянно удерживали при себе. и так, когда удалился тот, который всегда жил в доме, бытие 25-27, дети выросли и стал Исаак человеком искусственном зверолосстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах, и большей части находился при матери. Сколько должна была Ревекка горевать и плакать, вспоминая всегда о сыне и смотря на мужа, который был ничем не выше мертвеца и по старости и по болезни. Какой скорби удручаем был и старец, который должен был оплакивать и несчастье жены вместе со своими собственными. Когда Ревекка приблизилась к смерти, то не видя сына, стоящим при ней и плачущим, закрывающим глаза и сжимающим уста, одевающим ее и заботимся обо всем прочем, что для родителей кажется горестней самой смерти, чего не говорила она, чего не произносила такого, что состояние смягчить и камень. А Исаак, видя ее умирающие в таком состоянии, как мог чувствовать себя в душе и тогда после ее кончины 212 таким оказался тот, который казался нам счастливее многих. О жизни Иакова нет нужды рассматривать подробно, ее достаточно изображают слова самого Иакова. Беседуя с фараоном, он сказал стих 9 «Малые и несчастные дни моей жизни и не достигли до лет жизни отцов моих и во днях странствований их». То есть я провел жизнь и весьма краткую, и весьма бедственную. Даже без этих слов его несчастье так известно, что едва ли кто из простых людей не знает их. Дед его, хотя и совершил дальние путешествия, но по повелению Божию, что доставляло ему величайшее утешение. Аяков оставил родину, убегая от брата, который строил против него козни и замышлял убийство. Авраам никогда не терпел недостатка в необходимых потребностях. Аяков считал за благо и счастье иметь только одежду и хлеб. Когда же он спасся от брата, освободился от бедствия и путешествия и пришел к своим родственникам, кто принужден был работать, хотя был воспитан среди полного изобилия. Ты знаешь, что рабство горько везде, но когда он принужден был рабом быть у равных себе, и притом никогда не испытав ничего подобного и проведший все прежние годы жизни на свободе и довольстве, тогда это несчастье делается невыносимым. Однако Яков все переносил мужественно. Послушай, как сам он рассказывает о бедствиях своей пастушеской жизни. Бытие 31-39 «Растержанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало, я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Это терпел тот, кто вел нескитарческую жизнь, оставаясь всегда дома. И после таких трудов и лишений по истечении такого долгого времени он подвергся еще прискорбному обману при женитьбе. Если бы он и не работал семь лет, если бы и не потерпел того, на что жаловался тестью, если бы даже не любил его дочери, уже одно то, что ему была обещана лучшая, а вместо нее дана худшая, сколько причинило этому блаженному печали, сколько беспокойства, сколько огорчений. Другой на месте его не так легко перенес бы эту обиду, но разрушил бы весь дом тесте, заколол бы самого себя вместе с ним или погубил бы каким-либо другим способом. А Иаков, как незлопамятный и долго терпеливый, не сделал этого, и даже не замышлял приступить к этому. Но получив приказание работать еще другие семь лет, охотно послушался. Так был он кроток и скромен. Если скажешь, что любовь к девице способствовала кротости его нрава, то этим, согласно со мной, опять выразишь чрезмерность его скорби. Представь, какую скорбь терпел он, когда был лишен столь любимой девицы, и, надеясь уже получить ее, принужден был ждать еще семь лет среди холода и зноя и бдений и непрерывных лишений. Получив наконец ее и ведя у тестя жизнь бедственную и тяжкую, он притом подвергался зависти и вторично потерпел обман при получении награды, в чем сам и обличил тестя, сказав «Бытие 31-41». Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою. Вместе с тестем и братья его жен также восставали против него, даже больше самого тестя. Но всего тягостней было то, что любимая жена, для которого он решился работать дважды семь лет, предавалась крайнему унынию, видя, что сестра ее рождала, а сама она не имела даже надежды на это. И от этого уныния приходила в такое иступление, что упрекала и укоряла мужа и призывала смерть на саму себя, если не родит. И позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Что же могло радовать его, когда столь любимая им жена так скорбела, а братья ее злоумышляли против него и всячески старались завести его до крайней бедности. Если великую скорбь причиняет и то, когда отнимает полученное без трудов приданное за женами, то подвергающейся опасности лишиться приобретенного собственными трудами, может ли кротко перенести такую потерю? Поэтому Яков, видя, что его подозревали и подсматривали за ним, тайно ушел как беглец. Что может быть прискорбнее этого? Так он, удаляясь со страхом и опасностью из родительского и чужого дома, в том и другом случае неизбежно впадал в одинаковую пропасть. Убежав от брата, он пришел к тестю, а подвершись опять гонению от тестя, принужден был сойтись с братом. И исполнилось над ним пророческое изречение, которое Амос сказал о дне Господнем в 5.19. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. А что сказать о страхе, которому подвергся он, когда был настигнут плаваном и о скорбях во время путешествия, когда за ним следовало столько стад и детей, когда же ему предстояло увидеть лицо брата, то не чувствовал ли он того же, что чувствует по словам поэтов, взирающие на вымышленную имя же голову Гаргоны. Гаргон обосословное чудовище, представляемое греческими поэтами с головой покрытую змеями вместо волос и приводившее в окаменение всякого, кто видел ее. Не был ли он совершенно в таком состоянии, как бы прибежался к смерти? Выслушай слова его и узнай, какое пламя было в душе его. Бытие 32.11 Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он пришед, не убил меня и матери с детьми. Какой радости не изгнал бы этот страх, если бы даже Яков все прежнее время провел в благодушии. Между тем, у него вся жизнь, с того самого дня, в который он, готовясь принять благословение, наперед умирал от страха. Сплеталось из несчастья и опасности. Тогда объял его такой страх, что даже и после встречи с братом, который обошелся с ним ласково и человека любиво, он не имел смелости и не переставал беспокоиться. Когда Исав убеждал его пойти вместе с ним, он, как бы желая освободиться от какого-нибудь зверя, колебался и просил брата удалиться от него. Бытие 33.13 Яков сказал ему, «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду господину моему в Сеир». Немного успокоившись от этих опасностей, он потом опять подвергся другому страху гораздо большему. Когда похищена была дочь его, он сначала скорбел от оскорбления этой дочери, а когда царский сын облегчил эту скорбь, дав обещание отступить с Диной в законный брак, Яков одобрил это намерение, тогда Левий с сообщниками своими нарушил договор и, истребив в городе всех мужчин, привел своего родителя в такой страх, что он даже переселился оттуда вследствие того, что все вооружились на него. Бытие 34 30 «И сказал Яков Симеону и Левию, «Вы возмутили меня, сделавши меня ненавистным для всех жителей сей земли, для хананеев и сиризеев, у меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». И действительно, соседи решительно истребили бы их всех, если бы человеколюбие Божие не обуздало бы их ярости и не положило конца этим бедствием. И отправились они от Сихема, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Яковлевых. Что же по прекращению этих бедствий? Успокоился ли Яков? Нет. Тогда постигла его величайшая из несчастья смерть любимой жены, преждевременная и вместе насильственная. И отправились из Ефиля, и раскинул он шатер свой за башню Гадер, и когда еще оставалось некоторое расстояние с земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, поевальная бабка сказала ей не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то изрекла, нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И когда эта скорбь была еще в силе, Рувим увеличил скорбь, опозорив ложа отца. Это так было тяжело для отца, что он даже при смерти, когда родители бывают особенность исходительных детям, проквинял сына, который притом был первенцем между всеми другими, что немало имеет значения для любви родительской. Сила скорби превозмогла все эти побуждения. И Яков, призвав его к себе, сказал Рувим первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества, но ты бушевал как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложа отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел. Бытие 49 3 когда пришел в возраст сын любимой жены, и Яков надеялся иметь в нем утешение в своей печали об ней, тогда в этом самом сыне и готовились ему многообразные огорчения. братья омочив одежду Иосифа кровью и показав отцу, причинили ему много скорбей. Он плакал не только о смерти сына, но и о том, как она произошла. И много было причин возмущавших душу его. Это был сын любимой жены, лучший из всех прочих, особенно любимый им, бывший в самом цветущем возрасте, посланный им самим, умерший не в доме, не на одре и не в присутствии отца, не сказавший и услышавший что-нибудь не общую всем смертью, но при жизни растерзанный лютыми зверями, так что отец не мог даже собрать останков его и предать земле. И потерпел это не в юности, когда мог бы перенести, но в самой глубокой старости. Это было самое жалкое зрелище видеть седину посыпанную пеплом, старческую грудь обнаженную по раздиранию одежды и плач неутешный. Бытие 37-34 И разодрал Яков одежды свои и возложил вретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни. И собрали все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. И как будто душе его никогда не надлежало быть свободной от печали. Когда эта рана начала излечиваться, его сильно опечалил сперва голод, постигший всю землю. А потом, когда сыновья, возвратившись из Египта, принесли облегчение от этого бедствия, они же вместе с тем принесли другую печаль. И радость об избавлении от голода помрачена была разлукой с сыном Симеоном. Мало этого, от него требовали и Вениамина, в котором одном имел он утешение и по умершей жене, и по сыне, пожранным зверями. И не только это располагало его удерживать при себе Вениамина, но и возраст его, и воспитание. Он сказал «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». По всем этим причинам сначала он отказывал и говорил, что не даст Вениамина. Когда же наступил сильный голод и почувствовалась большая крайность, тогда он хотя и очень сетовал, говоря, Израиль сказал, «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Хотя и тягчайшим образом страдал, произнося горестные слова, Иосифа нет, лишили меня его и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня. Хотя и плакал о том, что после Иосифа и Симеона хотели отнять у него и Вениамина, и объявлял, что он скорее претерпит все, чем отпустит этого сына. Однако наконец был побежден и сам своими руками отдал его, сказав стих тринадцатый, «И брата вашего возьмите, и вставши, пойдите опять к человеку тому, Бог же всемогущий додаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего и Вениамина, а мне если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным». Так сильно одолевали Иакова его многочисленные бедствия, что хотя внутренности его терзались и число детей его мало-помалу сокращалось, но он переносил все по чрезмерности новых ибо объяло его еще большее скорбь о Симеоне и Вениамине, чем скорбь об Иосифе. Так несчастье, которое поправить нет надежды, хотя причиняет нам сильные скорби, но скоро и забывается, повергая душу в безнадежность. А когда оно еще висит над нами, тогда не дает душе успокоиться неизвестностью будущего, постоянно усиливая и обновляя в нас втомление. Это всякий может хорошо узнать от блаженного Давида, который плакал о сыне, пока он был еще жив. А когда он умер, то Давид перестал скорбеть. И когда слуги недоумевали и спрашивали его о причине, то он высказал ту же мысль, какую и теперь. Так естественно и Яков больше опасался и страшился за Симеона и Вениамина. Потом вожделенное свидание и лицезрение Иосифа доставило ему отраду. Но что пользы в том? Как членам сильно обожженным огнем, сколько не охлаждая их, ничто не приносит пользы. Так и душу Якова, угнетенной скорбями и сильно опаленной пламенем печали. Ничто не могло оживить, особенно в такие летах, когда чувства уже не бывают бодрых. Это говорил и Верзели, извиняясь перед Данидом. Вторая царств 19.34 Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем Иерусалим? Мне теперь восемьдесят лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягонь к господину моему царю? Впрочем, для чего объяснять это примерами других? Это можно тоже услышать от самого страдальца. После свидания с сыном Иакова на вопрос фараона о жизни сказал «Малые злы были дни лет жития моего и не достигли до дней лет жития отцов моих». Так живо было всегда в душе его воспоминания о прошедшем. 217 А этот, его знаменитый и славный сын Иосиф, кого не превзошел своими несчастьями? Против отца его злоумышлял только один брат, а против него очень многие. Тот в продолжении всего первого возраста воспитывался среди великого довольства и спокойствия, а этот на чужбине еще в отрочестве принужден был нести тягости путешествия. У Якова была мать, которая охраняла его от злоумышлений, а Иосиф еще в юности, когда особенно нуждался в матери, был лишен ее помощи. Притом Исаф опечалил Якова только угрозою, а братья Иосифа привели свой умысел в исполнение, и прежде этого умысла постоянно ненавидели его и клеветали на него. А что может быть тягостнее, как иметь врагами своими близких? А ниже написано «Будучи отроком с сыновьями валы, с сыновьями зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые от них спухи до Израиля отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец любит его более из всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. В сравнении с этим я не назвал бы столь же великим бедствием пребывания его ни под властью купцов, ни под властью евнуха, потому что эти обходились с ним гораздо человеколюбивее, нежели братья. Впрочем, и после этого буря несчастья не сделалась тише, но наступило еще сильнейшее волнение, которое едва не потопило его. Может быть, кто-либо подумает, что я буду теперь говорить о злом умысле госпожи, но прежде этой буре я скажу о другой, более жестокой. Конечно, тяжко. Поистине тяжко быть оклеветанным в таком преступлении, подвергнуться осуждению и жить столь долго в темнице, юноше свободному, благородному и не испытавшему такого бедствия. Но гораздо тяжелее всего этого, я думаю, была для него буря, зависевшая от его юношеского возраста. Если бы она отверг любовь госпожи своей, нисколько не волнуясь похотью, я не стал бы превозносить его и удивляться ему, последуя учению Христа. Христос говорит, что не скопцы от природы, но сделавшие сами себя скопцами удостаиваются царствия небесного. А если бы этого не было, то какую победу одержал бы Иосиф? Против кого сражаясь получил бы он венец? Кого преодолевший был бы провозглашен победителем, если бы никто не боролся с ним и не усиливался низвергнуть его? Мы не превозносим целомудрие тех, которые не совокупляются с бессловесными, потому что и в природе нет стремления к такому смешению. Так если бы и блаженного Иосифа не волновал этот пламень, почему мы стали бы превозносить его целомудрие? Но если бесстыдная женщина увлекала юношу тогда, когда этот пламень поднимается гораздо сильнее, чем в другие возрасты, ему был тогда двадцатый год, и когда сила этого пламени бывает непреодолима, хотя бы ничто ее не увеличивало, и если женщина придавала этому пламени своими чарами и украшениями еще столько же силы, сколько оно имело по самой природе, то кто мог бы изобразить бурю, смятение и томление души юноши, когда внутри волновали его природа и возраст, а извне соблазняли ухищрения египтянки, и притом не один или два дня, но в течение долгого времени. Я думаю, что он тогда не за себя только страшился, но скорбел и об этой женщине, стремившейся в такую пропасть. Это для нас очевидно из того, что он отвечал ей с великой кротостью. Он мог бы, если бы захотел, говорить с нею оскорбительнее и смелее, потому что она из любви легко перенесла бы все, но он ничего такого и не сказал и не подумал, но высказав благочестивые мысли и только то, чем надеялся образумить ее, больше ничего не прибавил. Вот господин мой не знает при мне ничего в доме и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме тем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? И при такой скромности, после такого опыта целомудрия, он был оклеветан, и Бог попустил это. Он был связан, и при этом не обличил женщины в злом умысле и несправедливой клевете. Ему еще больше предстояли награды и блестательнейшие венцы. Потому и после освобождения царских рабов он еще оставался в темнице. Не говори мне о человеке рабов, а человека любви темничного стража, но вникни слова самого Иосифа, и увидишь скорбь души его. И столковав сон, он говорил веночерпию, вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за чтобы бросить меня в темницу. Если он легко переносил самое заключение, то сожительство с такими людьми, гробокопателями, ворами, отца-убийцами, прелюбодеями, убийцами, ибо вообще такими и подобными людьми было наполнено это жилище, для него было тягостнее всего. И не это одно печалило и огорчало его, но и то, что он видел много томившихся там невинно и напрасно. Между тем раб, на что и теперь жалуешься, избавлялся от уз, а свободный продолжал томиться. Если за кто станет говорит о последующем величии Иосифа, тот опять напомнит мне о множестве забот, бессонных ночей и бесчисленных занятий, которые вообще не очень приятны для любящих тихую и спокойную жизнь. Кроме того, хотя с упомянутыми святыми и случалось нечто приятное, но тогда еще не было открыто им ни царство небесное, ни обетование будущих благ, а теперь, когда предстоит столько благ, и для всех это ясно, кто скажи мне станет советовать, если в настоящей жизни не будет наслаждаться ничем приятным, и даже считать что нибудь из здешнего приятным, зная о будущих благах, что было бы ниже такой души, которая, надеясь по прошествии малого времени переселиться на небо, искала бы здешних удобств и благополучия, нисколько не отличающихся от тени. Суета, сует, говорит Соломон, все суета. Если же тот, кто больше всех людей испытал удовольствие жизни, произнес о них такой приговор, то гораздо более должно так чувствовать и мыслить нам, у которых нет ничего общего с землей, которые вписаны в горний град и получили повеление обращаться туда всем умом своим.